Стэп аут! Привет, мы Стрэй Кидз! И сегодня мы поиграем в Попробуй не подпевать и не танцевать! Наслаждайтесь! Попробуй не подпевать и не двигаться! Боюсь представить, что же нам включат. Если поставить Лэри Дви, то мы проиграем. Я обожаю эту песню. Я часто слышал ее в ТикТоке. Мне она тоже часто попадалась. Это было сложно. Я почти начал подпевать. Я чуть не захлопал на середине. Вы понимаете, о какой части я говорю? А я чуть не проиграл на части и на минуту. Эта песня стала популярной в Корее благодаря ТикТоку. Думаю, это из-за того, что песня очень ритмичная. Если честно, то я ее не слышал до этого. Серьезно? Я тоже впервые ее послушал. Песня буквально заставляет тебя двигаться. Как только она заиграла, я захотел танцевать. Мне пришлось сильно постараться, чтобы не двигаться. Я чуть не затанцевал плечами, как в клипе. Я получаю много позитива, слушая ее песни. Мы не можем не подпевать этой песни. Начинается. Почему вы остановили? Включите рэп-партию. Лучшая часть песни – это второй куплет. Нам есть, чем у них научиться. Знаете, они всегда выпускали очень-очень крутую музыку. Вот песня заиграла, и я понял, что мы проиграем. Я сразу захотел подпевать. Ну правда, это легендарная песня. Мы были поражены, когда песня только вышла. Боже, эта песня навевает воспоминания. Божечки, я так давно ее не слышал. Я не удержался. Я часто слушала эту песню, когда стажировался. Когда я учился играть на гитаре, эта песня была одной из первых, которую я выучил. Я начинаю ностальгировать, когда слушаю такую музыку. Эта песня напоминает мне о детстве. Она создана для того, чтобы ей подпевать. Очень тяжело не двигаться в такт. Сложно сдержаться. Твое тело неосознанно начинает двигаться. Я буду сидеть неподвижно. Я же знаю этот танец. Я знаю танец, я знаю. Наша песня. Из-за того, что это наша песня, становится еще сложнее. Наша песня заставляет меня двигаться. Особенно эта часть. Это потому, что танец и ритм буквально выгравированы внутри нас. Я начал двигаться, даже не заметив этого. Это был клип к нашей песне «Соркус». Помню, как мы веселились во время съемки этого клипа. Помню, как мне было весело сниматься в этом клипе. У нас были настоящие циркачи во время съемок. И мы были очень удивлены этому. А еще съемки с робо-рукой в конце. А, да, 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 точно. И еще был момент в клипе, когда выпрыгивал мячик на Чана, Минхо и Чанбина. Не на меня. Понимаете, из-за того, что мы выступали с ней и написали ее, она как бы уже встроена в наши тела. И когда она начинает играть, нам очень сложно себя сдерживать. О, боже. Сейчас я хочу быть как Чарли Фуд. Сидеть, кушать и ничего не делать. Держись, держись. Как же весело это выглядит. Эта игра издевается надо мной. Я, пожалуй, поразминаюсь. Боже мой. Это несправедливо. Эта игра просто издевается надо мной. Если я сижу неподвижно, то я лишь больше хочу двигаться. То, как он поет и выступает, объясняет его популярность. Эта песня не только очень ритмичная, но и яркая. Поэтому она будет популярна и в Корее, и во всем мире. Тут просто без вариантов. Почему ты такой серьезный? Почти началась та самая партия. У них есть цепляющая черта. Все началось с их дебютной песни Like U-A. Эта песня придавала мне сил, когда я ее слушал. Мне приходилось ездить на автобусе. И каждый раз, когда я слышал я тихонько пела потому что я не мог петь в автобусе. У всех же есть любимая песня Twice. Я люблю их новую песню Talk That Talk. Она очень классная. Эта песня тоже хорошая. Потому что это Twice. Да, да, это Twice. Я хочу вернуться в Америку. Лучшая песня. Песня очень энергичная. Полна энергии. Сразу танцевать хочется. Звучание рока заставляет меня двигаться. Согласен. Мы любим этот жанр. Потому что это рок. Кажется, тебе было очень скучно, да? Если честно, я незаметно постукивал пальчиком. А, чтобы они не заметили? Оттуда не видно его пальцев. Ты идеально спрятался. Я так сильно хотел подпевать, что чуть не откинулся. Что нам стоит ожидать от Stray Kids в ближайшем будущем? У нас недавно вышел новый альбом, Максидент. А также у нас еще идет тур. Думаю, это совместная песня Сын Мина и Айена. Когда смотришь, как это делают другие, то кажется, что это легкотня. А когда ты сам оказываешься на их месте, то начинаешь их понимать. Спасибо, Реакт, что пригласили нас. Слушайте наш альбом Максидент на всех платформах. Всем пока. Пока-пока. Спасибо, Реакт. За перевод благодарим фан-сап-группу Oxylopes. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.